РУДЭН 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 Конференцией приняли участие более 450 человек. Интерес, проявленный со стороны химиков, конференцией говорит о признании лидирующих позиций РУДЭН не только вцевле образования, но и в области развития науки. РУДЭН О ценностях духовных в условиях кризиса мультикультурализма и идентичности размышляли участники конференции «Философия и духовность через культурные и религиозные традиции», которая была организована на базе РУДЭН при поддержке Вашингтонского центра по исследованиям ценностей и философии. По словам участников заседаний, на сегодняшний день очень важно понять вызовы современности с точки зрения национальных и мировых интересов. Мы сейчас больше уделяем внимание политическим вопросам, экономическим вопросам, а вот проблема ценностей, проблема добродетель, она как бы отходит на второй план. Проблемами хронобиологии, кафедры общей патологии и патологической физиологии медицинского факультета РУДЭН занимается с 70-х годов. Неудивительно, что крупнейший международный съезд хронобиологов прошел именно в Университете Дружбы Народов. Участники встречи обсуждали актуальные вопросы хронобиологии и хрономедицины, делились своими исследованиями и научными достижениями. Перспективы популяризации здорового образа жизни среди молодежи стали темой Всероссийской конференции «Здоровое поколение». Площадка РУДЭН выбрана не случайно. Здесь практически с самого основания университета успешно реализуется программа «Здоровье студентов». Это один из немногих вузов Москвы, который имеет собственную поликлинику, стационар, физкультурно-оздоровительный комплекс. Мультикультурная и многонациональная Россия – такова тема Международной конференции «Пятые Батаевские чтения», которая была организована Институтом иностранных языков Российского университета Дружбы Народов. Научная встреча посвящена памяти выдающегося ученого-историка Тамары Батаевой. Руководство университета активно поддерживает развивающиеся направления, связанные с нанотехнологиями. Новая область требует качественной подготовки специалистов, работающих на стыке нескольких наук – физики, химии, биоинженерных технологий, нано- и микроэлектроники. Технические базы, где проводятся различные исследования, располагаются на инженерном факультете и в Центре коллективного пользования Российского университета Дружбы Народов. Практическая потребность в реальных нанотехнологиях, в реальной наноиндустрии, в том числе требует и подготовки большого количества высококвалифицированных людей, специалистов. Наша программа как раз и решает задачу подготовки таких специалистов. Прорыв в области машиностроения на университетском уровне совершили студенты инженерного факультета РУДН. Формула «Студент» – студенческие соревнования, организованные сообществом автомобильных инженеров. Для участия в заезде по гоночной трассе Италии учащиеся разработали и сконструировали собственный гоночный болид. За всю историю соревнований наша команда стала единственной в России, прошедшей все испытания с первого раза. Однако студенты инженерного факультета РУДН не думают останавливаться на достигнутом. Впереди новый международный этап соревнований «Формула САЕ», который пройдет на трассе «Формулы-1» в Германии в 2013 году. К нему молодые гонщики уже сейчас готовятся основательно. Мы познакомились с итальянцами, с немцами, которые представляли свои автомобили. И как бы мы поделились с ними своим опытом, они делились своим. Все были очень удивлены по поводу того, что мы за такие короткие сроки, 4 месяца, 10 человек построили такой автомобиль. «Молодежь за инновацией». Именно под таким девизом в начале ноября в Российском университете Дружбы народов прошел второй международный молодежный социально-экономический форум инноваций, организованный Центром активных программ содействия занятости молодежи РУДН. Форум собрал представителей государственной власти, бизнес-элиты и деятелей науки, а также всех тех, кому не безразлично дальнейшее развитие волонтерства и молодежного предпринимательства в России. Цель форума – привлечь талантливых студентов к разработке четких планов в реализации молодежной политики. Итоги двухдневной работы форума показали, что у молодых людей много оригинальных и успешных идей. Главное – поддержать их инициативы и дать зеленый свет реализации каждого проекта. Мы воспользовались программой, представили свои проекты, собственно, которые получили высокую оценку специалистов, экспертных комиссий. И, в общем, мы надеемся на получение грантового финансирования для того, чтобы развивать инновации в России. Своеобразным итогом научной жизни университета за год является традиционный фестиваль науки. Участниками фестиваля становятся все факультеты РУДН. Студенты аграрного факультета продемонстрировали мобильный лабораторный комплекс для геодезического исследования почвы, а также оборудование для воздушного мониторинга полей. Экологический факультет представил передвижную лабораторию, оснащенную различными приборами для измерения радиоактивного фона окружающей среды. Презентация студентов факультета физико-математических и естественных наук стала наиболее зрелищной на фестивале, ведь химия – самая наглядная наука. Наука и учеба в университете традиционно идут рука об руку. Конференции, круглые столы на актуальные темы, фестивали и дни открытых дверей – все это делает учебный процесс РУДН насыщенным и интересным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова